История нас учит тому, что ничему не учит. В истории мы черпаем силы, вдохновение у выдающихся людей. Для меня лично Гарвард Шульц, создатель Старбакса, это настоящий герой, который изменил представление о бизнесе из Бруклина. Бедный еврей. В то время, когда Шульц рос в Бруклине, это был район помойка, свалка. То есть людям стыдно было говорить, что я из Бруклина. И что же повлияло на этого сверхчеловека, который, кстати, один из самых популярных в Америке и уважаемых предпринимателей. Папа всю жизнь, честно, его папа отработал на какую-то компанию лет 20. И заболел. И вот молодой Шульц видит, папа болеет, компания его выкинула просто как мусор. Ни заботы, ни денег нет, ничего. И для молодого Шульца это было потрясением, как так можно относиться к людям. Да, человек 20 лет отдал компании, и стоило ему заболеть, вместо того, чтобы поддержать, помочь, она его унизила и выкинула. И вот это была отправная точка понимания Шульцем, как нужно вести дела. Затем он, как умный парень, энергичный, добивается очень больших высот, работает на дядю, деньги большие. Ну, с точки зрения стартовых позиций успех полный. Но вдруг он увидел, что кофе может быть по-другому. Ну, в Америке это такие стеклянные банки, вот эти, фильтр. Вот целый день он стоит, это муть, да, в каждом магазинчике, на каждой заправке налил, там, кофе назвать невозможно. Увидел светлый магазин, вот так выглядел Старбакс сначала, да. И когда мы видим, как выглядел Старбакс изначально, вот видим даже по цвету логотипа, да, сейчас же белый, зеленый, черный такой, мы понимаем, что хороший бизнес это всегда эволюция, это всегда развитие. Он увидел этот магазинчик Старбакс, где два хиппи, курят травку, продают кофе, ничего не надо, да. И он увидел будущее, как пизионер. И он начинает развивать эту компанию. И вот здесь самый главный, на мой взгляд, вывод, который многие молодые предприниматели просто не видят. Просто не обращают на него внимания. В чем главная идея Старбакса? Вот почему он строил, ну, давайте будем откровенны. Кофеин, ну, их сотни тысяч. Ну, почему именно Старбакс? И вот здесь воплощается правильная, я это называю, сверхидея, главная идея компании. Когда начинает Шульц развивать этот магазинчик в империю, который сегодня стоит более 86 миллиардов долларов. На всякий случай два Газпрома с его скважинами, трубами и миллионером работников, да, по стоимости. С одной кафешки. В чем же секрет? Вот главный секрет успеха Шульц. Дело в том, что вот этот урок с отцом научил его, что в любом бизнесе главные люди. То есть, как умный человек, переживший трагедию несправедливости в детстве, Шульц понял, что если заботиться о людях, о работниках, бариста, грузчики, водители, официанты, то все остальное придет. Придет улыбки клиентам, придет и качество, и желание, чтобы эта кафешка процветала. И вот главная идея, да, Старбакса, это колоссальная забота неподдельная о людях. Поэтому в компании Старбакс в Америке есть такой рейтинг, где бы люди хотели работать. Часто опросы такие вот. Одна из лучших компаний, в которой бы огромное количество людей хотели работать. Так вот Старбакс занимали это первое место несколько раз. Всем рекомендую читать его книжку «Влей в нее свое сердце», сердце, то есть он в чашку, символически, конечно. И, по сути говоря, мы можем сказать смело, что это такой гигант предприниматель, который разделил развитие предпринимательства до и после. Вот так, как Шульц понял и создал систему отношения к людям, к работникам, никогда никто не делал. Сегодня это золотой стандарт, с которым мы все копируем. Хочу посоветовать фильм, а точнее это три части фильма, которые за последнее время я пересмотрел несколько раз. Для меня это вообще невозможно, потому что у меня хорошая зрительная память. Это фильм о хоккейном тренере, советском, Анатолии Владимирович Тарасове, где он рассказывает становление, вот как он с нуля стартовал. А почему это важно понимать? Дело в том, что когда Тарасов начал создавать первую команду СССР хоккейную, у него не было инвентаря, не было хорошего питания, ну разруха была в стране после войны. Так вот каток, на котором он тренировался, был размером 10 на 12 метров, 100 квадратных метров, вот как офис сейчас у кого-то. И время у него было с 12 ночи до 6 утра, все остальное занято было. И когда Тарасов стартовал, канадский хоккей, американский, шведский, уже существовали 70 лет. Это профессиональные виды спорта, там уже были миллионы долларов, там уже медицина. Представляете, отставание на 70 лет и стартует с нищеты. И он за короткое время создал методику, создал подходы новые и смел всех 11 лет подряд чемпиона мира. То есть вот этот фильм, там три части, на меня произвел самое большое впечатление, если внимательно с ручкой смотреть его и перекладывать на бизнес методики тренера Анатолия Тарасова, потому что бизнес это тоже соревнование, это тоже команда, получите колоссальную пользу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова